всем привет друзья вот так чудесно иногда поют у нас уличные музыканты я хочу чтобы вы послушали вот этот мужчина по моему поет очень хорошо а дальше я вам расскажу что мы увидим сегодня Так вот, сегодня, друзья, у меня для вас мои обычные бродилки и мои небольшие разговоры, общения с англичанами. Я покажу вам много новых домов, очень много красивых больших домов на набережной, и я по многочисленным просьбам расскажу вам о том, что происходит с моим ремонтом. Итак, давайте смотреть. Вот так вот выглядит шкафчик в ванной комнате. И сейчас сверху вот этот бак будет убирать мой поляк. Вот для этого нужно было все разломать, потому что не хватало там широты двери, чтобы вытащить вот этот пресловутый бак. В конце концов, бак был вытащен, и его хотел забрать, конечно же, себе мой поляк, но я сказала, что бак вообще-то стоит где-то порядка 50 фунтов. Он сразу отказался и оставил этот бак у меня. Я сделала фотографию, разместила этот бак на продажу на сайтах онлайн, и вы знаете, вот на сайте ebay он тут же продался за 78 фунтов. По аукциону там очень много я начала с 50, в конце концов за 78 его продали. А теперь вот как доставка, доставка на материк, это очень сложно, мне придется отказываться. А вот тот, еще один есть у нас онлайн сайт для продажи, который именно здесь, на острове, я тоже выставила там на продажу его за 40 фунтов, но там пока желающих нет. А поляк мой из-за того, что вот он обиделся, вот он мне, видите, все-таки до самого конца разломал весь этот шкафчик в ванной комнате, и уже все закуплено для того, чтобы поставить новые двери, все это сделать. Но вот он стал тормозить, стал вредничать. Вот показываю вам. Это мы купили, ездили специально в магазин Bing, ее купили три двери вот таких, сейчас покажу вам, как они выглядят. Беленькие, неплохие, симпатичные вполне, сразу вот с такими вот отверстиями для петель, петли покажу вам, и эта дверь размером 60 на 90 сантиметров, то есть у меня получается высота этого шкафа, три двери по 90, 2,70, вот такая высоченная, огромная будет у меня кладовка. Значит, эти двери, вот я вам показала, как они выглядят, теперь это петли к этим дверям. Больше всего, конечно, впечатляют цены на это все. Вот смотрите, эти двери мы купили, три штуки, вот они внизу, вверху три двери таких, и четыре двери еще в свою спальню я буду использовать. Вот цена на двух листах, и вот окончательная цена. 230 фунтов, всего лишь навсего за вот эти двери, можете себе представить. И плюс еще вот эти петли, петли, 7 фунтов за одну, 7 фунтов за одну, но он тут себе купил, то есть 7,3,21. Вот 21 за петли, плюс 230 здесь за двери, это получается 250 фунтов без работы, только материал. Сейчас этот шкафчик выглядит вот так, довольно неплохо. Все эти три двери установлены, видите, не могу показать лучше, здесь очень мало мне пространства, но вот смотрите, все равно еще ничего не доделано, внутри нужно вот эта вот третья дверь, там очень высоко, вот она как будет выглядеть, видите, все это нужно закрывать, ДВП, все это нужно красить, и вот сейчас ищут доски для полок, ну то есть внутри еще тут конь не валялся, сегодня только вечером придет ко мне поляк, вот, здесь конечно дверцы такие с доводкой, как мне радостно сообщил Мартин, его зовут, поляка моего, тоже интересно, как он мне радостно рассказал, что с доводкой двери такие хорошие, ну вот эти двери, каждая дверь 37 фунтов стоит, и плюс ручки по 2 фунта, и плюс петли, вот эти петли, они тоже довольно таки дорогие, это фурнитура для мебели, вот так, ну а здесь еще в ванной мне поставили экран, видите, я показывала вам его, нет, еще пока я же хотела вам показать, как будет полностью выглядеть моя ванная комната, еще ничего не доделано, вот этот линолеум, который мне так бросили просто после того, как поднимали полы здесь, эти установщики батарей, и они вот так вот его небрежно здесь бросили, здесь все, все шатается, все теперь нужно перестилать, и вот, конечно, мой поляк-то мой согласен, но только дополнительно буду платить, также здесь мне все побелили, вот я поменяла плафон, очень красивый, вот так он выглядит, да, ну и кстати, вот посмотрите, я здесь вот этот угол сама побелила, он неплохо смотрится теперь у меня, и потолок я там наверху побелила весь, вот еще хочу показать вам, я все никак не могу до конца решить, как я буду здесь устраивать свой вот этот вот камин и полки над камином, те, кто мои постоянные подписчики и смотрят мой канал, то я уже показывала, что здесь были вот у нас такие, знаете, пирюзовые шторки у меня, страшные, конечно, но я немножко преобразила, я сначала сделала вот такие вот ящики, решила, что вот так будет красиво, пусть остается, здесь у меня тоже были, но они и есть, ящики, вот видите, да, вот они, ящики, ящики, вроде бы как и ничего, но потом я поняла так, что лучше будет, если я сюда поставлю двери и будет как бы как шкафы здесь двух сторон, и вот я случайно буквально приобрела, нашла вот такие две двери, они мне как раз подходят по размеру 45 на 2 метра, размер здесь у меня немножко повыше, чем мне нужно, но все равно мы немножко, может быть, их даже подрежем, это опять сегодня вот придет мой поляк, который работает у меня, он работает медленно, но ничего, меня это устраивает, и вот он мне установит сюда эти две замечательные двери, я-то думала сначала сюда белые поставить двери, ну а сейчас вот вы знаете, я даже так вот приложила просто временно, вот смотрите, и мне кажется, что даже и ничего, оно и соответствует цветам моим вот этим кирпичным стенам, кирпичные стены, вот я купила такие обои, объемные, 3D, очень симпатичные, и сюда я их поклеила, я не хочу клеить, конечно, всю комнату этими кирпичными яркими обоями, но вот сделала я именно остов камина вот так, ох, у меня, друзья, столько еще здесь задумок, вы не представляете, ну, когда мне поставят сюда эти двери, еще две, будет просто красота, и теперь я решила убрать это традиционное зеркало большое, которое у меня здесь тоже висело, сейчас, может быть, даже вам найду и покажу фотографию, как это было раньше, значит, я вот повесила вот такой вот арт-декор современный, а может быть, даже я что-то еще придумаю, я пока еще на этом не остановилась, вот видите, я здесь приложила, если кто не понял еще, я здесь приложила просто еще две разные, два разных кусочка обоев, вот это обои такие, видите, тоже очень колоритные, мне понравились они, и вот такие обои, это тоже обои, вот я их приложила, видите, ну, не знаю даже, надо сейчас все это смотреть, вот эти обои, которые серые слева, они мне просто очень нравятся, вы знаете, вот смотрите, ой, они тут просто закреплены у меня немножко, видите, тут вот у них просто такие растения, зелень, и всякие окошечки такие показаны, может быть, я их тоже сюда как-то применю, и еще пока у меня все это в стадии раздумий, размышлений, я потом еще, вы знаете, пересмотрела, конечно, очень много, как украшаются эти камины, дизайн каминов в Англии, вот знаете, что я еще хочу, наверное, может быть, вот приложить, вот смотрите, у меня есть вот такие рамки, и вот смотрите, они просто совпадают, вот с этим арт-декором, если я, ну, может быть, не котят, конечно, это у меня классика такая, может быть, найду, а может быть, и котят оставлю, или свои какие-то старинные фото я сюда подключу, вот сейчас не могу я отойти подальше вам показать, но вы понимаете, да, смотрите, как здорово совпадает цвет, вот так вот, может быть, сделаю, или вот, смотрите, что еще можно, я вот такую красивую тарелку имею, она у меня уже давно, это Трафальгарская битва, Адмирал Нельсон, именно английская тарелочка, вот я ее немножечко украсила здесь, видите, тоже ракушечками, ну, ракушечками, кстати, я украсила, знаете почему, потому что здесь она у меня упала и отломилась, был откол такой белый, но я решила, что тарелочка красивая, выбрасывать не буду, я придумала вот так ее поправить, может быть, с тарелочкой здесь тоже будет классно, в общем, у меня, друзья, планов громадье, вот такое вот зеркало, но оно у меня пока здесь висит временно опять, я его, может быть, даже и по-другому как-то расположу, просто хочу вам показать вот такая вот, вот такая вот моя работа новая, пока я его не красила белым, вот видите, еще пока раздумываю оставить как, как есть или белым опять покрасить, белым покрасить я имею в виду как вот это вот зеркало, это было такое же зеркало у меня, овальное только, я его побрызгала белой краской покрасила, вот это зеркальце у меня уже тоже давно, оно, я не могу сказать, что уж очень мне нравится, ну ничего, оно у меня висело в ванной, ну и сейчас моя работа главная, основная, я продолжаю этим заниматься и я хочу сделать вот такое вот тоже панно, оно еще у меня не закончено, видите, все в стадии работы, вот я клею вот на такой гипс ракушки, посмотрите сколько у меня здесь ракушек всяких разных, ну и я вот придумываю, может быть, помимо ракушек еще что-то здесь использую, маленькие зеркала, в стадии работы еще у меня это панно, к сожалению, вы знаете, побольше зеркала я вот не нашла, сюда бы, конечно, нужно бы зеркало побольше в центр, я даже думала, может быть, часы сюда поставить, но пока вот остановилась на этом, когда закончу тоже это панно, я вам обязательно покажу, здесь вот будет вот такая вот цветочек такой и здесь вот такой цветочек, ракушки будут здесь, наверное, очищены от этой, от этого гипса белого, вот знаете, к сожалению, очень трудно, чтобы не попасть на ракушку белым гипсом, вот такие у меня задумки и такие работы, пока мой этот работник, поляк делает мне ванную, я занимаюсь вот этим, хотя вот вы знаете, вроде кажется, так не сложно это все делать, но настолько кропотливая работа, постоянно полусогнутый, хотя у меня и здесь вроде как и на столешнице расположено это все, но постоянно все равно приходится наклоняться, смотреть, когда я клею, выбираю ракушечку, когда я приклеиваю ракушечку куда-то, я смотрю куда конкретно, понимаете, как она будет выглядеть и все это надо наклоняться и потом часа два вот я так постою, а то и три иногда увлекусь и у меня спина раскалывается, но тем не менее это интересно, это мое хобби, как вы знаете, и я буду продолжать этим заниматься. У меня лежит вот еще два вот таких зеркала, ждет, ждет, ждет дизайна, куда их приспособить и как их украсить, пока я не решила, вот я хотела сначала их немножко вот так вот покрыть, золотую эту патину, ну не знаю, наверное, что-то не то здесь, буду думать тоже. Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, поделитесь, мне будет интересно послушать и вас, друзья. Ну и вот, смотрите, я хочу вам показать то, о чем мы вот говорили буквально в прошлом моем видео. Это тысячелистник желтый и вот он розовый тысячелистник, посмотрите тоже. как раз то, о чем мы с вами и говорили, друзья. Не правда ли красиво и необычно, но это декоративный такой тысячелистник, он даже очень, даже высокий, посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok